ну что всем добрый вечер сегодня у нас очередная тема здоровья которая будет освещаться и сегодня мы поговорим о такой болезни которая называется подагра раньше она считалась болезнью вельмож болезни у королей и я думаю что многие из вас читали о том что да какие-то там деятели военные начальники известные люди были подвержены данной болезни и эта болезнь она в основном влияет на опорно-двигательный аппарат судороги в ногах сухожилия тянущие боли ломающие боли это все о подагре и эта болезнь она практически не лечится только заглушается боль заглушается симптоматика и сегодня я попрошу светлану чтобы она взяла для нас ченнелинг почему эта болезнь вообще откуда она берется почему люди ей болеют и из-за чего они страдают цвет давай да сейчас насчет подагры передают подагра передается как память из прошлых воплощений там где люди наполнялись гневом но не весь его выплескивали и данный гнев оставался на уровне души и потом передавался через время и с каждым воплощением еще добавлялся гнев если брать текущей жизни у людей то проявляется данное заболевание потому что ситуации жизни триггерят который человек также гнев выплескивает но не до конца подавляет его внутри часть себя поэтому гнев накапливается плюс опыт из прошлых воплощений и тем самым объясняется отторжение внутри отторжение неправильно обмен веществ нарушается неправильно работает из-за этого гнева и поэтому возникает данное заболевание откладывается кислота она не должна накапливаться она должна выходить через мочеводелительную систему но она накапливается и разрушает почки суставы сухожилие разрушает кости становится хрупкие тем самым проявление гнева проявляется на физике подагра это заболевание связано с опытом прошлых воплощений а в может активироваться но не у всех особенно если часто люди были на должности прошлых воплощений которые войска входили в бой либо вельможи знатные короли различные царственные особы как память как память активируется у людей в текущей жизни и поэтому тот гнев который не весь выплеснули поражает в текущей жизни вот когда я запрашиваю да почему и мне показывают фантом человека мне показывают что человек сам себя сдерживал то есть сам на себя фактически наложил пут и скрутил себя сам чтобы ну допустим там не ударить не наговорить гадостей не ну вот то что света сказала да вот этот вот сдерживание гнева но по сути это как еще я так понимаю какой-то самоконтроль самоограничение с прошлых жизней до который человек просто наложил еще дополнительно на себя и поэтому влияет спроси пожалуйста свет да говорят просто таких душ прошлых жизнях был огромный потенциал и в той прошлой жизни которая являлась первопричиной изначально была огромная заложенная энергия и данная энергия в текущей жизни чтобы не проявляться во всю силу мощь так как очень часто на разрушительной силой обладала тем самым если посмотреть на энергетики на душу она вся в путах при подагре чтобы гнев не проявлялся чтобы не могла душа набредить другим людям текущей жизни потому что очень часто прошлых воплощений такие люди разрушали целой провинции разрушали города завоевывали многие земли и тем самым много людей погибало гнев разрушал через них разрушал и очень часто они часть гнева не выплескивали а внутри скапливали потому что как правило царственные особы у них заложенный особый ген в крови согласно ведь которым эмоции которые должны они выплескиваться не все они выплескивают потому что страдали бы тогда подданные из-за неконтролируемых эмоций за контролируемого гнева когда бы страдали подданные у них а так получается в текущей жизни душа просто вспоминает опыт основоположником является именно ситуация в текущей жизни когда такая же была похожая когда гнев накапливается но душа не может высказать до конца потому что из прошлого опыт всплывает и ограничивать тем самым себя путы накладываются ограничения нельзя потому что в текущей жизни не другая миссия и другое время провождения хорошо тогда встречный вопрос высшим силам что же людям да с такой болезнью вот если у них она сейчас присутствует в текущей жизни дело для того чтобы облегчить свои страдания потому что это на самом деле довольно больно когда это уже проходит определенную стадию обострения людям даже больно ходить и ну да у некоторых прям даже хромота наступает прям больно на ноги ступить вот что им делать для того чтобы облегчить свое состояние физическое но для начала прям говорят покаяться им нужно покаяться конечно человеку который сейчас живет в другом человеческом обличии естественно ему отторжение идет как я мог какой-то прошлой жизни вообще кем-то быть но душа его четко знает за что себя наказывает поэтому прежде всего покаяться должна она потому что как правило в таком из прошлых воплощений которые люди болеют подагрой они разрушали селения провинции и там их люди также проклинали очень много проклятия в их пространстве и пожелания чтобы они гнили же заживо и разлагались также что программа разрушения уже заложена при подагре то есть по другому но показывают да что если чек столкнулся с таким заболеванием это нужно ну чтобы во первых чек был готов от этого избавится потому что даже если его повести в эту прошлую жизнь да вот как мы с тобой работаем это все делаем то есть даже там душа там согласиться избавиться но если чек то не принимая тогда нет такого не может быть то чеку определенном нужно получить определенное сознание через боль через страдания и когда человек реально понимает что все он не хочет чтобы разрушал, он хочет восстановить свой обмен веществ нормальный, как у нормального человека. Только тогда это сработает. Ну, естественно, если высшие силы, это разрешение. То, что бывает, если показывать, что таким душам, которые именно в нашей жизни живут, им просто нужно дойти до определённой точки. Тогда они осознают, что кому-то во снах бывает, показывают, то есть какие-то знаки подают, что это не просто так, что болезнь дана, не просто так. И такие люди, как правило, очень часто тоже сдерживали гнев в текущей жизни, либо где-то на кого-то выплёскили его, но не до конца, потому что либо субординация, либо какие-то ситуации. И очень часто, почему мужчины болеют этой болезнью, сейчас прям показывают, потому что в мужчинах вот этот стержень заложен. То я главный, все остальные подождут, ну, в отличие от женщин. Поэтому в основном болеют мужчины за это. Я ещё вот что хочу спросить. С точки зрения души, да, так как душа выбирает опыт, определённый заранее до воплощения. И понятно, что любые такие серьёзные хронические заболевания, они уже заранее согласованы. То есть душа где-то уже согласилась, да, это всё на своей шкуре физической прожить. И вот у меня такой вопрос с позиции души. Что душа таким образом для себя пытается понять, либо отработать? Души часто таким образом себя наказывают. И страдания вызывают в текущей жизни, чтобы почувствовать боль тех людей, которых огромные поселения и страны, там, провинции, они губили. Очень часто наказывают себя страданиями, чтобы почувствовать эту боль. И через эту боль это как расплата за тот прошлый опыт. То есть, в принципе, если схематически взять причинно-следственную связь, то я так понимаю, человек, который здесь, в физической реальности, болеет этой болезнью, он когда-то в прошлых жизнях и быстрее всего не раз воплощался каким-то там полководцем, военачальником, каким-то там королём, неважно кем, но при должности управляя людьми. И причинял, ну, разрушение, причинял боль, страдания другим людям, возможно, захватывал чьи-то земли, возможно, разорял, забирал себе имущество. Ну, при помощи, понятно, что людей, которыми он управлял. И в этой жизни сейчас, да, человек внутри чувствует, я так понимаю, что он, ну, руководитель, да, что он любит управлять, что у него внутри есть вот это вот всё и заложено. Но у него неожиданно возникают вот эти вот симптомы, болевые ощущения. И это говорит о том, что ему нужно осознать, да, что он причинял боль другим людям, покаяться, попросить прощения, ну, и по-хорошему сходить в регрессию для того, чтобы всё это убрать и осознать, почему это болезнь. Тогда, если договориться с душой, да, если объяснить, что уже не надо наказывать, если тебя прощают, пойдёт ли облегчение на физическом теле? Вот что меня интересует. Или это процесс необратимый? Всегда можно время повернуть вспять, если это на то воля Отца Небесного. Всегда, только с разрешения Его, в зависимости от опыта души накопленной, которая придёт, чтобы осознание необходимо и получить. У каждого индивидуально, но, как правило, такие люди ещё отдавали приказы, чтобы других казнить. Отдавали приказы, и те люди, которых казнили, они подвергались во время казни, мучениям и страданиям. И таким образом, в текущей жизни люди, которые отдавали приказы о казни, наполнены, и там себя наказывают, как будто себе сами казнь устраивают, что должны они медленно разрушаться. Боль, боль через боль отдают, пытаясь забыть данные приказы о казни. Понятно. Я хочу немножко пояснить. Вот я буквально на днях думала, как же человеку, который не понимает, что с ним происходит в текущей жизни, почему у него там что-то не ладится, почему у него болезни те или другие происходят. Как же человеку объяснить, как вот эта вот кармическая сумма считается, откуда она вообще берётся, и почему. Ну и мне в голове пришло такое осознание. Вот представьте, вы там в школе, да, учитесь четверти. Учитесь четверти, сдаёте контрольные, и у вас, допустим, по одной контрольной два, по второй пять, по третьей там тройка, по четвёртой там четвёрка, потом опять двойка, да, и вот это вот всё общее, общее, поймите, вот эта общая сумма, она берётся и берётся... Как это, блин, называется? Суммируется средний результат. Да, суммируется средний результат и выдаётся число. Вот, допустим, здесь, да, это число, ну, скажем так, три с половиной. И вот человек живёт в текущей жизни на вот это вот три с половиной. И спрашивает, блин, а почему не пять? Я так стараюсь, почему мне всё время на три с половиной? Я не понимаю, почему это происходит. А на самом деле вот это вот тянется вот этот кармический хвост, который не даёт больше. То есть у вас вот это вот идёт ограничение. И только когда мы идём и производим... Вот что такое, по сути, да, вот наша там работа через покаяние, через проработку прошлых жизней, через какой-то родовой кармический опыт, мы идём, возвращаемся в прошлую четверть, ну, по сути, мы возвращаемся в прошлую жизнь, да, или там в ошибки рода, и начинаем разбираться, почему у нас, блин, здесь двойка, почему мы что-то не так сделали, какие ошибки мы совершили. И на основании вот этого анализа, выучивания правил повторно, да, для того, чтобы этот экзамен уже не на два сдать, а на пять, у нас вот эта двойка потом становится пятёркой. И, соответственно, вот эта вот красота, она уже не три с половиной, а три и восемь, допустим, да, и наша жизнь уже меняется, и она становится лучше. Когда мы идём, допустим, какую-то родовую историю прорабатываем, начинаем осознавать, «Ага, вот мои предки там кого-то грабили, кого-то расхищали, кому-то плохо делали, нужно покаяться за них, потому что люди пострадали». И вот то, что они расхитили, сейчас ко мне в жизнь мошенники приходят, забирают что-то, да, либо там машину разбили. Я вообще не понимаю, почему я там добропорядочный гражданин, да, езжу по правилам, а тут какая-то падла приехала и разбила мне машину, да, на парковке я выхожу и вообще не понимаю, что это такое. Ну, то есть вот таким вот образом вот эти вот кармические истории нам прилетают. И когда мы каемся, осознаём, здесь также меняется тройка на пятёрочку, и, соответственно, наша жизнь уже не 3,8, а 4 становится. И так вот постепенно, постепенно, осознавая, изучая, да, вот эти вот моменты, которые были упущены, наша жизнь начинает меняться, потому что меняется среднее значение, да, по вот этой карме. И, ну, понятно, что я здесь постаралась вам, ну, насколько можно примитивно объяснить, потому что там есть несколько, да, и по роду, и по прошлым жизням, и по опыту, да, общие какие-то средние значения, и в соответствии с тем, где меняется, также меняется ваша жизнь. Поэтому, ну, я надеюсь, более-менее понятно, да, хотя бы как это происходит, так на примитивном уровне. Хорошо, Свет, сейчас я хочу спросить, вот сейчас начинается межсезонье, и довольно распространенная болезнь, которая называется герпес. Вот, да, это болезнь довольно распространенная, и, ну, часто еще говорят, что причиной является и вирус герпеса, и вирус папилломы человека, да, и на самом деле в моей жизни и герпес присутствовал, и когда я планировала заводить детей, я сдавала анализы, и вирус папилломы присутствовал, и вот я хочу про эти вирусы спросить, да, откуда они вообще берутся. Понятно, что они чаще всего берутся генетически, да, от родителей, от матерей, там передаются детям, внутриутробно это чаще всего происходит, но почему эти вирусы появляются, и как они влияют? Я тоже прошу, чтобы нам высшие силы через тебя дали ответ. Ну да, прежде, вот когда говорили, да, вот про рассказывала, все еще просто хотят дополнить немножко, а насчет, ну, вот вообще династии, то есть это королевские семьи, которые из поколения в поколение, то есть там во Франции, везде там в Англии, то есть, ну, везде там, где они сейчас еще в Швейцарии, там кто-то существует, и вот сейчас прям передают, что очень часто кто управляет и кто во главе стоит. В свое время законы нарушает, и людские жизни он казнит. Тем самым люди проклинают, проклинают до последнего колена тех, кто управляет людьми, и тем самым проклятие ложится, как черная пелена тлена. Данное проклятие передается от потомка к потомку, по роду струится, и тем самым объясняется, что со временем королевские династии начинают вырождаться, и уже не те становятся крепкими по генам, а постепенно замещается в них на разрушение данный ген, который изначально предназначен был данным династиям. Замещается на ген разрушения он, и уже получается, что данные проклятия проявляются у последних потомков. Бывает проклятие по женской линии, бывает проклятие по мужской. Всё от того зависит, из какого предка началось, и что сделал он. Потому что многие главенствующие и правящие особы в своё время оставили очень много негатива. Оставили не только на нескольких людях, а также на целых других провинциях, а также оставили на другие страны, там, где люди просто проклинали. Потому что, согласно королевским приказам, исполнители гвардии всё разрушали, убивали, насиловали, жгли деревни. Всё это уничтожалось. И люди, когда погибали, они посылали не исполнителям часто, а тех, кто во главе стоял, такие проклятия. Поэтому очень часто объясняется, что вроде всё у людей есть. Богатство, власть текущей жизни. А счастья-то на самом деле нет. Потому что тлен из проклятий, ещё из Средневековья пришедший, в текущей жизни рано или поздно проявится. Но в шахматном порядке, смотря кого поразит, мужчины или династии, или женщины. Так ещё передают. То есть, я так понимаю, даже проклятия, да, вот эти династии, они не всех поражают, они поражают, ну, в определённом выбранном порядке. Да, что выборочно поражают данные проклятия. В зависимости, кто от кого пошло и на кого из потомков текущей жизни будет возложено дальнейшее восхождение на трон. Всё от этого зависит. Там идут перекрёстные взаимодействия. Если изначально в династии пришло от женщины, которая правила и которая людей казнила, а также разрушала везде всё, то тогда женщины в роду ведь начинают погибать очень часто. А если от мужчины пошло, тогда мужчины разрушаются. Ну, некоторым даётся шанс. Некоторые из правящих династий, которые были, даётся шанс, потому что в прошлых воплощениях их души добра много делали, и тем самым кармический долг перекрывается. Часть его уходит, а часть остаётся. Но он никуда не уходит с этой особы, а дальше передаётся её предкам, породу, потомкам. Я поняла, спасибо. Итак, давай вернёмся к герпесу и к вирусу папилломы человека. Хочу, во-первых, спросить один ли и тот же это вирус, или какие-то разновидности. И откуда они берутся, и почему влияют на людей? Сейчас пришёл вирус герпеса, вирус папилломы. Давай сначала одного спросим, потом высшие силы послали, чтобы конкретно у них спросить. Потому что тут, если брать все объявлющие, очень много будет информации. Конкретно тот вирус, который поражает чаще всего людей. Давай, говори. Вирус герпеса. Приветствую я вас. Мало, совсем немного. Но потом со временем люди стали появляться, стали обживаться дальше, стали размножаться, создавать семьи, распространяться, города, другие, деревни. Всё расстраивалось. И люди, самое главное, на страхи я в них проник. На страхи. Тогда были страхи простые. Первородный страх за жизнь. Когда очень часто друг друга убивали. И не было законов никаких. Самое главное, что я всегда приходил на этот страх. Страх за свою жизнь. Когда активировался в любой момент у человека. Это самый мощный страх, на который я прихожу. И у любого человека, который живёт сейчас на планете, он есть. И передан он. По генам. От предков передан ведь по генам. Поэтому я через гены передаюсь. По роду. Через поколение. От предков. Но изначально зародился. Только в самом начале. Когда образовалась ваша планета. Так. По роду. Но сейчас, я так понимаю, он просто передаётся по крови. И как людям сделать так, чтобы он минимально на них влиял? Или практически перестал влиять? То есть есть ли какое-то вообще лечение как таковое? Возможно ли вообще избавиться от него? Или он так или иначе будет периодически о себе напоминать? Он говорит, нервные ганглии. Я ведь поражаю. Нервные ганглии. Чтобы человек наконец-то осознал. Ну хватит нервничать. Хватит стресс испытывать. Ну ничего же не случится. Ну бывают ситуации, когда связаны с опасностью. Для родных и близких. Для людей. За жизнь. За ещё какие-то ситуации. Но страх-то остаётся изначально первоначальный. Страх за свою жизнь, а также за жизнь близких и других людей. Активируюсь во время страха. Распространяюсь дальше по организму. И появляется высыпание в виде пузырьков. Таким образом проявляется проявление, что вот я вылез. Если взять анализ, то именно в этих пузырьках я ведь нахожусь. Потому что там наибольшая концентрация. А до поры до времени я сплю. И как правило, травмирующие ситуации, стресс, когда организм стрессует, вызывает моё появление. Потому что во время них у каждого человека, который опыт на земле проживает, у каждого активируется страх за свою жизнь. ещё этот герпес бывает не только на губах. И у нас некоторые наши подписчики с вопросом обратились, что если герпес возникает в нижней части тела, в разного рода в задних проходах, в гениталиях, что с этим делать и как с этим бороться? Это разновидность одна из моих. Это всё равно, что брат, близнец, он также относится к такому же роду вирусов. Но у него немножко другая цель. Там больше связано со страхом близости, интимной у многих. Потому что многие заложены недовольтворение собой прежде всего, как мужчина или как женщина, недовольтворение собой. И всякие придирки и претензии по отношению к себе прежде всего. Женщина очень часто не принимает себя как женщину и не может расслабиться во время утех любовных. Поэтому на страх, что боль ведь причинит мужчина, я к женщинам прихожу, страх интимной близости. Вот это да. Тогда внедряюсь и вызываю раздражение и воспаление также, только внизу, в гениталиях внизу. У мужчины также страх, что не справиться, мало ли не получится. Ещё переволновался на работе, стресс и при этом связан с сексуальной функцией. Когда мужчина очень часто не уверен в себе, переживает за что-то, стресс на работе, но очень часто это также сказывается на его сексуальной жизни. Стресс не проходит. Мужчина пытается расслабиться, да, но в голове у него звучит всё равно страх, страх, страх. страх. С чем людям работать, чтобы как минимум, да, минимизировать всё это? То есть, вот мужчина и женщина, которые не уверены в себе, с чем им в первую очередь нужно работать, чтобы этот герпес перестал вылазить, как таково, и беспокоить? потому что ладно на губе, да, а вот внизу это уже на самом деле проблема. А вот Высшая Сила сейчас передает, он пока молчит, говорят, если связано с генитальным герпесом, то очень часто души людей просто наказывают себя по опыту прошлых воплощений. Плюс по роду передан изначально первоначальный ген, наказывают себя за то, что в прошлых воплощениях издевались над другими людьми, когда придавались сексуальным утехам, стегали их плётками, пороли до крови, издевались над ними, надругались, тем самым души вспоминают опыт. И когда в текущей жизни начинается сексуальная жизнь, просто душа вспоминает, что когда-то был другой негативный опыт, и таким образом боится близости, внутри боится и наказывает себя, не может полностью расслабиться, потому что вспоминает опыт, когда она была в роли мучителя. Да, тут даже не обязательно, я так понимаю, мучителя, просто как бы наказывать себя за сексуальный опыт прошлых жизней. Тут же не обязательно как мучитель выступала, может просто женщина лёгкого поведения мужчинам сердца разбивала, или мужчина в прошлой жизни много женщин у него было, и он тоже сердца им разбивал, и те проклинали этого мужчину, и он в итоге тоже почувствовал, что я наказан должен быть, то есть, это же вполне возможно, тут не обязательно садом маза, тут вполне просто всеобъемлющая сексуальная жизнь, и ещё в древние времена было такое, когда люди болели и сифилисом, и гонорией, и всеми вот этими вот историями, когда это передавалось как раз таки половым путём, и если душа умерла от этого, то вполне возможно, да, у человека сейчас просто может вспыхнуть вот эта вот память и активироваться, если в крови есть по породу передан вот этот генитальный герпес, он тоже может активироваться просто как опыт прошлой жизни, что сексуальная жизнь может принести вот такое боль, страдания, проблемы, и поэтому герпес вылазит, чтобы сексом не заниматься ни в коем случае. Лучше передают высшие силы, лучше не ввязываться никуда, это могло быть чревато, лучше не ввязываться, а герпес это просто предлог на гениталиях, чтобы отказаться от сексуальной жизни, это душа так человека решает, тем самым она отсрачивает, просто продлевает, что нельзя пока, не надо, отдохни немного, за это время, когда человек не может во время генитального герпеса заниматься любовью, душа просто отдыхает от того, и вспоминает всё равно опыт прошлых воплощений, опыт, вспоминает, и очень часто отторгает внутри себя его, на время помогает, вроде затихает, а потом в текущей жизни любая травмирующая ситуация, если брать в отношения женщин, когда даже любимый мужчина либо муж называет её негативными словами при ссоре или придирается, душа сразу вспоминает, ага, опять, он меня снова так же наказывает, поэтому снова активируется через время и не может покинуть герпес на гениталиях. Я поняла, спасибо. А с папилломой тогда как? Давай сейчас с вирусом, потом высшая сила, вирус папиллом человека. Скажи, пожалуйста, почему ты поражаешь людей? Генетика, генетика, наука страшная, но что же делать? Так же по генетике передаюсь, ведь я везде. Генетика, генетика, породу переданная, породу изначально, первоначально. Я тоже зародился много-много веков назад, ведь на земле, и так же проявлялся и в людей внедрялся. Но часто ведь мое внедрение тогда было связано не с страхами сексуальной жизни, а с тем, что очень часто люди погибали при родах, и страх внутри активировался, страх за свою жизнь, страх во время родов, и все это тоже вызывает ведь меня. Почему в основном очень часто я у женщин возникаю? Потому что активируется страх, когда женщины очень часто рожают детей и боятся, душа боится, она как будто вспоминает опыт, что когда-то уже был такой страх и при родах она погибла, либо кровью истекла. В древние времена же не было такой развитой медицины, как сейчас не было совсем, поэтому это так работает очень часто. А мужчин поражают потому, что у них был страх погибнуть внезапно, особенно когда великие бои велись в прошлых воплощениях, в средние еще древние века ведь. Страх погибнуть моментально и не произвести потомство. Страх, что не останется никого, что я погибну, а детей я не завел. Вот этот страх активируется в текущей жизни и плюс добавляется страх по роду и проявляется тогда вирус папилломы человека. Я проявляюсь в теле человеческом, в том числе и на генном уровне. Хорошо, в принципе понятно. У кого-то есть вопросы относительно того, что мы уже обсудили? Да, Оль, потому что от Высшей силы сейчас говорят, что все индивидуально, каждая душа это как потаенный ларчик со спрятанными секретами, все индивидуально. Главное выяснить первопричину, за что она себя наказывает в текущей жизни. Если первопричина устранена и приложены усилия прежде всего самого человека, потому что бывает каждому человеку, который опыт проживает в текущей жизни на планете, не пришла еще пора для необходимого осознания. Просто не пришла, что пора избавиться от каких-то заболеваний и тела, чтобы освободилось, и он ведь не страдал. Многие ведь думают, ну раз пришла такая напасть, раз пришла, ну что же делать? Бог страдал, и я буду страдать. Ну что же делать? На все воле Отца Небесного Бога, значит, так мне суждено по моим делам. На самом деле Отец Небесный никого не наказывает, только в редких случаях, когда реально души много людей губили, очень много, но это, как правило, не такие уже вопиющие, среди количества людей, случаи. Поэтому, как правило, сами души людей, которые в текущей жизни проявлены на планете вашей, как правило, они сами изначально, еще перед воплощением, записывают в своем душе контракты, что должна пройти определенный путь, встретиться с определенными кармическими людьми, что должна определенные заболевания поднять для того, чтобы опыт наказаний и страданий получить. И тем самым души отрабатывают карму прошлых воплощений по роду также, тем самым они себя наказывают. И просто галочка поставлена, что все, наказали. Но некоторые так и не осознают и продолжают вспоминать и вспоминать особенности в текущей жизни человеческое тело с подсознанием подтверждает все это и в уныние впадает. Почему уныние самый тяжкий грех? Потому что руки никогда не нужно опускать. Это самая главная заповедь, которую необходимо знать людям на земле. А кто руки опускает, никогда не сможет Отец Небесный ведь помочь, потому что только в силах человеческих, пока он жив и в теле ведь своем, изменить ведь жизнь и дальше продвигаться, двигаться и никого ведь не винить, а просто ведь понять, что не все так просто. Если что-то ведь случилось, всегда есть первопричина и на все воля Отца Небесного и так тому и быть. Но все можно изменить, все ведь власти. Каждому человеку шанс дается, особенно в сегодняшних текущих реалиях, когда на земле глобальное очищение запущено. Каждому человеку дается шанс, каждому человеку на планете. Но если кто не воспользуется шансом покаяться, попросить прощения, то это уже ответственность самого человека, самого тела физического, который проживает свой опыт с некоторыми болезнями, а также другими страданиями и перипетиями. Поэтому все просто. И самое главное руки никогда не опускать, потому что уныние это самый тяжкий грех. Из-за этого люди часто сами, на себя налагают страдания. Спасибо, Света. На самом деле тут у нас Ира задала классный вопрос. Благодарю тебя, Ир. Наследственное заболевание, да, но оно наверное не особо наследственное, горб, да, вот рождается человек, да, и у него вот начинает неожиданно ни с того ни с сего до какого-то времени он рос нормальный, а потом образуется горб. И в итоге человек горбатый. С чем это связано и почему это происходит, вот это будет тоже интересный вопрос, хотелось бы узнать. И вообще реально ли с этим как-то помочь? А сразу когда-то еще задавала вопрос, сразу первые слова. Гильотина, гильотина, такие души порубила, гильотина порубила пополам. И в том месте в прошлом воплощении позвоночник трескнул, а также отлетела голова. Нарушилось кровоснабжение, нарушилось нервное окончание, которые переплетены и связывают голову человека с позвоночником. Из-за этого многие души себя в текущей жизни ведь наказывают. Наказывают ведь за то, что в той жизни не просто так на гильотину-то они попали, очень часто они совершали преступления, и людей очень много погибало из-за данных преступлений, потому что во времена те, когда гильотина присутствовала, очень часто на неё попадали только за мощные негативные преступления. И таким образом в текущей жизни душа себя наказывает и вспоминает тот опыт, когда она губила много ведь людей. Но гильотина, гильотина, казнь, метод ухода от жизни через данную смерть является первопричиной. Поэтому именно в том месте, потому что очень часто не только голову обрубали, а также позвоночник пополам гильотина перешибала. Тем самым в назидание была казнь, чтобы люди посмотрели, на площади собирались и смотрели, и аплодировали, скандировали, что убийца, убийца, на гильотину его, на гильотину. И тем самым приказ подписывался. Поэтому объясняется возникновение горба, потому что виновата изначально. Душа сначала в том прошлом воплощении наказывала много людей, много-много убивала, а потом и сама подберлась гильотине и разрубился позвоночник пополам. И голова от шеи также иногда отделилась. Это тоже вызывает нарушение кровоснабжения. А реально ли это хотя бы на ранних стадиях, ну вот, соответственно, если человек покается, если поговорить с душой, да, вот через нас, выяснить причины, проработать прошлую жизнь. Реально ли в какую-то рецессию уйти в этом случае, или это всё равно неизбежно, и человек дальше будет как бы нарастать этот горб, и будет он мучиться всю жизнь, скрюченный. на начальных стадиях можно остановить процесс. Полностью не исчезнет, потому что нарушены нейронные процессы. Ну, это как прям нервы показывают по позвоночнику, да, как кровоснабжение, позвонки деформируются. Но самое главное, чтобы душа сама отказалась и просто поняла, что этот опыт был запланирован у неё заранее. Не просто так в том прошлом воплощении, так же палачом являлась ведь она. Не просто так людей казнила, и потом её саму на гильотину направили. Всё не просто так. Они тоже проходили определённые уроки и задачи. Всё было не просто так. Но самое главное, что если Отец Небесный разрешит, можно на ранних стадиях процесс затормозить. На поздних не получится. Уже разрушение очень сильное. Даже если операцию сделать, очень часто не восстанавливается полностью спина, потому что нарушаются нервные переплетения. Индивидуально и только на ранних стадиях, когда ещё можно что-то сделать, чтобы процесс затормозить. Затормозить, то есть обратно уже не вернётся, просто чтобы не стало, не пошло дальше. Обратно не вернётся, потому что данное было заложено ещё до воплощения. И чётко данная душа, которая подвергалась гильотине, должна отработать. Тем самым просто человек должен осознать, ну да, был опыт данный, данный опыт был. Даже в этом состоянии он должен почувствовать себя нужным и не упасть в уныние, а наоборот поспрять духом и сделать что-то хорошее в этом мире. Всё для того, чтобы осознание необходимое душе получить. То есть задача такой души... Говори, говори. Да, потому что это естественно, это же эстетический дефект, и дискомфорт, и боли. То есть если даже человек на ранних стадиях даже это затормозит, если он даже сделает операцию, то есть оно больше не будет деформироваться, тем самым получается, что просто душа знает, что да, ей дан шанс. То есть это индивидуально, смотря сколько таких воплощений было, в каком они рандомном, нерандомном порядке, то есть это именно нужно для начала просто поговорить с душой и Отца Небесного спросить разрешения, что там вообще. Потому что некоторым людям, мне прямо сейчас показывают, что типа нет, Красный Крест нельзя. То есть некоторым людям нельзя вмешиваться с таким заболеванием потому, что именно в текущей вашей жизни они должны получить необходимое осознание и многое осознать, то, что до этого не было не дано им, вообще не дано. То есть там индивидуально надо смотреть. Да, понятно. Очень часто, кстати, людям через определенные болезни, дефекты, когда они, можно сказать так, частично изолированы от социума, дается это время не для обычной обыденной жизни, для переосмысления и для осознания многих моментов. И, ну, возможно, эта болезнь в том числе такая. А вот интересно такой вопрос, если эта душа пойдет в в познавание себя, в самопознание, в саморазвитие, пойдет вот как раз в эту духовность для того, чтобы максимально погрузиться в это и постараться попросить прощения, отмолить прощения, постараться все это отработать, проработать через вот этот путь. Вообще, реально как-то что-то поменять или нет? Все возможно, пока вы живы. Все возможно изменить. И если сверху видят высшие силы и Отец Небесный, что человек готов жизнь свою изменить и вперед видвигаться готов и дальше развиваться, то всегда шанс дается и не один. Как правило, даже в таких сложных ситуациях минимум три, чтобы что-то изменить. И самое главное, чтобы душа, когда людям помогала в этот момент, она не делала это для галочки, а просто от души старалась. Тем самым она перекроет часть кармического долга из тех прошлых воплощений, там, где людей губила. И там, где она попала, бывало и не разно гильотину, гильотину, гильотину. Ира пишет, я думала, это по роду передается у прабабушки Маши по женской линии гор был и у матери растет, значит, совпадение. Спроси, пожалуйста. По роду тоже есть случаи, когда это передается, но там другая история, там совсем другая, когда губили людей ведь много, но не просто ведь губили, а делали ритуалы при помощи черномагического эгрегора. Черная магия самая сильная, как правило, влияет на человека. И тем самым те, кто делали данные ритуалы, очень часто людьми были прокляты, и не просто прокляты, а тем людям им желали, что полностью разложились они и мучились от боли. Вот эти пожелания, как правило, по роду передают также эту программу, но это не программа, это наложенная на род программа вечного страдания, во веки вечного страдания. еще Ира, это может усугубляться тем, что женщины берут на себя повышенную ответственность, да, вот эта вот история тяжелой женской доли, да, как это, неподъемные ноши, да, которые они там за всех подряд прут, и это просто, знаешь, как одно другое дополняет и усугубляет, то есть программа возможно где-то есть, да, понятно, что она там с течением времени, возможно, даже не так часто подтверждается, где-то иссякает, да, идя, скажем так, откуда-то далеко-далеко с начала как бы рода, но когда женщина своей жизнью подтверждает еще, да, то, что она страдалится, мученица, из последних сил выживает, тянет вот эту лямку неподъемную на себе, она просто, ну, это уже формирует то, что она сгорблена, потому что она берет, ну, огромный рюкзак, вешает на себя, просто под этой тяжестью не справляется, и она скорчивается, да, физиология так работает, энергетика скорчивается, и, соответственно, спина, и начинает расти вот этот, как бы, холмик, карак, да, вот этот вот, и это, это говорит о том, что человек очень часто не свое тащит, а даже там за всех подряд, за кого можно, да, и нельзя, и не нужно порой, человек переживает, пытается помочь, понятно, что это неплохо, ну, и хорошего мало, потому что, ну, человек сверхусилия прилагает, и за счет этого разрушается здоровье, да, уличные, передают, что вот насчет, как бы, ну, когда вот видели там, к примеру, чем старше человек, как правило, так вот они прям сгорбливаются, очень часто, вот бабушки старенькие, все, и вот прям передают про такие души, ну, как так, ну, в среднем берут там, да, не индивидуально, в среднем, что если поговорить с такими душами, то в один голос все они будут повторять, устала, я устала, тащить чужие ноши, ох, много накопилось за жизнь ведь у меня, того я поднимала, того я ведь толкала, того туда двигала постоянно, делала что-то, замужа ведь своего, решение принимала и толкала постоянно, устала я, устала, устала не могу, к земле аж тяжесть данная прикипает, устала я, устала, не могу, хочу уйти, устала, пришла пора уйти, устала ведь, ну, как, говорят, есть же такая в народе поговорка, что чем старше человек, тем ближе его пригибает к земле. То есть это не то, что его пригибает к земле, это вот это именно ноши чужие. Особенно женщины часто берут на себя вот эти именно чужие ноши. Именно настолько их уже накапливается на энергетике, что тем самым объясняется, что человек в старости вообще, конечно, и молоденький есть, который там горбится, но это уже совсем другое. А вот именно если с возраста, женщины даже после 50, то есть просто уже души их устали взваливать на себя всех. Мужей детей там по работе кого-то, которые бывают там, да, те люди, которые за других делают работу. То есть человек не хочет, ему нужно тоже свое время, а его постоянно там ну помоги, помоги, помоги. То есть люди неосознанно берут на себя чужой груз, который он сам должен был пройти, вот человек. И тем самым вот это вот объясняется с гарблем. Отлично отслеживается данная родовая программа по физиологии. Если посмотреть на маму, да, и посмотреть на себя лет в 30, если увидеть, что спина вот такая, да, шея где-то там, то все, привет. Моя программа, это да, это моя реальность. И нужно начинать, кроме того, что с физикой работать, с телом. Я очень долго со своим телом работала, чтобы это убрать. Реально вот так вот закручиваются плечи, да, они вот сами по себе вот так вот закручиваются, и это очень сложно даже вот на уровне физики. Ну и, конечно же, нужно работать с головой, чтобы, ну, как это, не спешить всех спасать сразу, да, а просто дать людям прожить их опыт, да, и, возможно, самим там гвоздь прибить, а не бежать за молотком. То есть вот это тоже очень важно прямо на контроль брать, потому что, ну, как бы перед вами ваше будущее в виде вашей мамы. А хотите ли вы такими быть, да? Вот когда мама приходит, и я смотрю на ее спину, я понимаю, что ее уже не изменить. Но когда я смотрю на это, я понимаю, что я так не хочу. И я готова работать с собой для того, чтобы, ну, не быть, да, здесь со своим телом и, соответственно, со своими мозгами. Потому что, ну, к сожалению, это далеко не красит человека и здоровье нарушает. Вот, поэтому еще такой вопрос. Кривые зубы. Кривые зубы, да, некрасивые зубы, да. У кого-то там бывает прям клыки вот здесь, вот, да, поверх основного челюсти вылазят. Вот это история о чем? По роду передана данная программа. По роду очень часто передается ведь она. Там, где предки издевались над людьми и зубы вырывали, а также издевались и делали ритуалы при помощи биоматериалов чужих, а также основаны на черепах человеческих и на зубах. По роду передается данная программа. И все, что связано зубами, это значит, очень много предков издевались над людьми и подвергали их тела страданиям. Самое главное — первопричину выявить, от какого предка она пошла. И тогда можно трансформировать программу данную на генетическом уровне, чтобы полностью она ушла. И у будущих поколений уже не будут кривые зубы и будут вырастать, так как изначально, первоначально Отцом Небесным, запланировано для человека идеального. Так, по роду. А как эти программы, да, которые на зубы влияют, влияют на самого человека с такими зубами? Это я просто для Иры спрашиваю. Сама оценка понижается у многих. Люди чувствуют дискомфорт и пытаются любые деньги собрать, чтобы сделать улыбку красивую, а не щербатую и не чёрную. Таким образом просто дискомфорт вызывается, и люди не понимают, стесняются, боятся проявляться где-то, боятся улыбаться, общаться. Рот часто вот так прикрывают. Поэтому такое проявление программы в текущей жизни вызывает у человека стеснение. И то, что должно было где-то проявиться у него в текущей жизни по замыслу Отца Небесного, не всегда ведь проявится из-за того, что в определённый момент такие люди си не исправили вовремя. Вернее, если у них есть финансовые возможности на это, боятся проявляться, а лучше, в общем, говорят, меньше разговаривают и больше молчат часто. Люди такие и прикрывают рот. Ну как не дают проявления полного. То есть как то, что, к примеру, предназначено там было на 80%, то есть люди стесняются, многие не проявляются. То есть я не буду там начальником отдела, я лучше там посижу кем-нибудь рядовым программистом или кем-нибудь. Ну сейчас, это хорошо, что вот сейчас в наш век технологии, да, есть возможность у всех детей с детства убрать, поставить там всякие системы, брекеты, да, но раньше же этого не было, и реально, если взять, то, как правило, люди очень часто стеснялись этих дефектов, потому что зубы — это наша улыбка. Человек, который улыбается красивыми зубами, красивая улыбка, он чувствует себя уверенным в себе. Ответила, Ир, Света, на твой вопрос? Ну да, хорошо. Да, Оль, сейчас имя тоже ещё передают, а у некоторых людей ещё бывает первопричина, помимо рода добавляется, если в прошлых жизнях они были палачами, и людям издевались и зубы вырывали так же, а также некоторые цирюльниками были, и вырывали зубы клиентам, а потом продавали их на всякие снадобья тёмным ведьмам, которые данные зубы толкли ведь в ступке и делали ритуалы либо зелья всякие на основании зубов того человека, но в них-то остался биоматериал, который изначально был ведь в человеке, в том, у которого зуб забрали, и тем самым, если брать по прошлым воплощениям, очень часто вызывается разрушение зубов, потому что переплетение из прошлого воплощения, там, где люди вырывали зубы у других людей, но передавали, и они использовались в тёмных ритуалах, и биоматериалы оставались и влияли негативно. Вот так прям показывают, так интересно. Света, вопрос такой. А, исправить можно для потомков, да, то есть найти предка, который за это отвечает, попросить прощения у людей, если он накосячил, соответственно, и даже вот у тебя ещё относительно сони можно исправить, так как у неё зубки молочные, то есть для того, чтобы выросли хорошие потом, да, когда вот меняться начнут. Сейчас это проработать можно, и, да, попросить прощения за предкой, и все долги вернуть. Я хочу ещё спросить, да, а вообще, что влияет, потому что вот в моей истории такая ситуация, я зубы, в принципе, наверное, лет в 20 начала терять, да, и даже до рождения детей у меня уже стояло там три или четыре моста, то есть вот эти жевательные зубы сверху и снизу, ну, в основном сверху, я потеряла, прям вот очень резко, но потом, самое интересное, что процесс затормозился, я даже не пошла ещё в тот момент в эзотерику, но он почему-то остановился, и после этого зубы, ну, как бы нормализовались, а до этого прям летели. Вот с чем это может быть связано? Ну, тут прям говорят, что всё индивидуально, но что касается у тебя ситуации, много предков в роду ведь ритуалили и совершали действия, которые людям зло причиняли ведь, но тебе лично затормозили процесс для того, чтобы ты осознание необходимое получила и могла потом развиваться дальше, учителем-наставником, премудрым стала и дальше ведь пошла в развитие. То есть именно в твоём случае у тебя на время... Чтобы не укралась голыми дяснами, понятно. Да, отец-дясн, а вот у высшей силы говорят, пожалели мы тебя, пожалели, пожалели, потому что в тебе сила заключена, древняя мощная сила, от Отца Небесного она тебе дана, чтоб могла ты людям помогать, но проверки испытания ты прошла. Поэтому процесс остановили мы зубами, а потом уже сама в силу ведь вошла, потом уже сама стала родом заниматься, раскапывать, раскапывать, всё ведь убирать. Поэтому сейчас неактивна у тебя программа гнилых зубов и гнилой челюсти, которая была до этого в роду подтверждена. Капец, благодарю. Там показывают... В общем, там есть несколько программ, передающиеся по роду, в зависимости от степени, что предки делали. Там есть программа, прям так и называется, родовая программа гниющая челюсть. Это когда возникает, в общем, типа отторжение, когда зубы парадонтоза, то есть прям, когда вываливаются прям зубы, когда дёсна кровоточит, вываливаются. Это тоже, прям часто говорят, что парадонтоз, это тоже связан по роду. Тоже от предков передаётся. Программа гниющая челюсть. Разложение идёт внутри дёсен. Разложение наполнено гнилостными изменениями. По роду передались ведь они. Нужно выявлять первопричину, тогда дёсна не будут гнить. То есть парадонтоз, это тоже родовая история, которая передалась, и человек страдает из-за кармы рода, из-за кармы предков. Да, потому что сейчас говорят опять, всё, что связано с зубами, как правило, помимо исключений из прошлых воплощений, которые тоже влияют на зубы, всё передаётся от рода и от предков. И если много предков роду, ритуали людей губили, применяли чёрную магию и другие негативные воздействия, как правило, зубы у всех людей некрепкие, постоянно разваливаются, постоянно трескаются, как разрушение идёт, эмаль ведь хрупкая. Тем самым данная программа работает. Программа разрушения зубов тоже ещё есть. Вот родовая программа разрушения зубов, там кривая чайная. Вот ещё про зубы хочу спросить. Бывают у людей зубы сами по себе крепкие, но эмаль страдает. Вот она прямо разъедается, хотя зубы практически, ну там стоят более-менее. Вот сама эмаль, с чем это связано? Кислота в неё заложена изначально. Кислота, переданная породу, заложена. Это когда предки изготавливали зелья и опаивали им людей, и люди из-за них погибали. Там яд ведь был заложен. Кислота изначально в данного человека на генном уровне заложена. Поэтому эмаль поражает кислота на энергетическом уровне, а проявляется в физическом плане хрупкой эмалью и разрушением её ведь. Прям показывает, что раньше кто-то там из предков прям варил какие-то зелья, там что-то подсыпал, там что-то там смешивал, там, как правило, в такие зелья ещё и кровь добавлялась. Кто-то животный, кто-то свою использовал кровь. И такими зельями, как правило, ну использовали. Кто-то из высших особ заказывали данные зелья и подсыпали в еду там, вельможи, многие умирали из этих ядов. Ещё кто-то там, простые даже люди бывают, чтобы устренить какого-то соперника на тот момент. Тоже воспользовались часто этим. То есть вот тогда вот это прям тихтота. Вы маленькие садаты. Короче, резюме. Если зубы ваши страдают, то есть эти карму рода, да, и ваши предки отлично накосячили. Но то, что мои накосячили отлично я подтверждаю, потому что там такая история не для слабонервных. И когда я даже, ну, чтобы вы понимали, да, немножко расскажу, я когда вообще хотя бы немножко стала там осознавать, что существует это всё, да, и какие-то книжки почитывать стала, и каким-то бабушкам периодически там чиститься стала ходить, потому что стала понимать, что не очень как-то, ну, жизнь складывается, да, периодами. Он как почистишься, так полегче, а потом опять накрывает, и в тот момент я реально осознала, что во мне заложено то, что в любой момент может убить человека, то есть если я пойду сейчас на кладбище и кому-то очень хорошенько пожелаю, даже не зная ничего, не понимая, вот просто нахрен, блин, пойду на могилу, да, и наделаю чего-нибудь, вот от балды, ничего не читая, не зная, человек умрёт. Я вот это чётко осознавала, но в тот же момент, ну, вот, кстати, часто спрашивают, да, вот что делать, какой я там маг, чёрный, белый, перламутровый, с какой мне силой работать, да, вообще, на самом деле, это чисто ваше решение, да, то есть сила, она, по сути, есть сила, то есть у вас в руках есть топор, вот этим топором вы там соседу руку отрубите, да, или пойдёте, дров наломаете там и печку себе и стопите, и хлеба испечуете, то есть это всё от вас зависит. И вот в тот момент, когда я поняла, что есть во мне вот эта вот вся история, я чётко себе сказала, мне не важно, кем я была, мне не важно, что я делала, мне совершенно не важно, что делали мои предки, но я в этой жизни сама решаю, да, куда мне использовать эту силу, как я буду с ней жить, и, ну, вреда я никому не хочу, ну, я не как бы, не жалко тех, кто мне вред делает, да, потому что это неосознанно происходит, обратная история, и людям возвращаются, потому что присутствуют ещё и шаманские каналы, которые вообще без меня работают, да, на автомате духи там какашки отлетают, но суть в том, что когда ты внутри себя решил, вот мой путь, вот моя дорожка, я только по этому пути иду, и, ну, в тёмный мир, ну, вот только понятно, когда ты взаимодействуешь, то тебе, да, ты накосячил, да, тебе нужно разобраться, да, там, ну, я пришёл в ГАИ, да, и мне нужно заплатить штраф, и я реально понимаю, что я никуда не денусь, блин, ну, нарушила я, блин, ну, что поделать, да, и вот когда ты идёшь на вот это вот взаимодействие, это одно, а когда ты берёшь у них, а потом у тебя и у твоих детей и у всех остальных возьмут с три короба, да, в 10 раз больше, как это, ты берёшь кредит, а потом за этот кредит же платить нужно, и платить нужно не столько, сколько тебе дали, а в три раза больше, и там совсем другие проценты и другие реальности, то ты начинаешь понимать, что, ну, нет, я выбираю для себя вот это и по-другому не хочу, поэтому тут очень важно понимать, что вы сами строите свою реальность, вы сами строите взаимодействие с тонким миром, с силами, да, с Богом, там, с чертями, с кем угодно, только вы это всё выстраиваете, и насколько вы себе даёте этот отчёт, да, то есть кто хозяин ситуации, что с вами происходит, насколько вы уверены в себе, настолько это и проявляется в вашей жизни, понятно, что если вы не уверены, и как бы носу пальцем колупаете, и говорите, да не знаю я вообще, да, там, вот какой, и сразу, да, а поможет, не поможет, а вообще ничего не чувствую, и вообще не понимаю, да, что со мной происходит, понятно, что оно сразу и не происходит, потому что вы сами в это особо не верите, но со временем оно начинает постепенно встраиваться в вашу жизнь, изменения приходят, и очень хорошие, слава Богу. Вот, Станислав ещё задавал нам вопрос, он тоже к нам присоединился, тоже касаемо здоровья. Станислав, по-хорошему проговорите, если не сложно, чтобы Света чётко поняла. Здрасте. Добрый вечер. Да, да, я задавал вопрос, получается, тот, который новый, вот, он был именно с сознанием связанным. Прошумное сознание, да, когда мозг эвалирует, и вы не можете остановиться. Ну, получается, да, в медицине это психология или психотерапия, или психиатрия называется, по-моему, СДВГ, а если по-простому, как это у меня, это, я когда пошёл к психологу, я 9 месяцев с ней занимался, и, к сожалению, только на последний сеанс, она говорит, перед нами как будто стеклянная стена. Я вышел из сеанса, прошёл полчаса на улице, и такой, а где я только что был? То есть полчаса жизни, а где я вообще был? Я понял, что тогда мне было, там, 24 или это 23, я понял, что у меня вообще все 24 года, я вообще не жил. Ну, меня не было здесь, я как на автомате жил. И тогда начал, там, почихоньку упражнения, там, медитация делать, и чуть-чуть отпускала. И вот эти, что вы сказали, покаяние делать, уже как будто мозг просветлился, я не знаю, как это работает, но получше стало. А всё равно маловато, чувствую, что, ну, много хлама, эти мысли, постоянный поток, вот, с этим вопросом, как с этим бороться, что это такое и так далее. Свет, давай ты запросишь, да, относительно него. Ну, да, вот именно, да, насчёт, если Станислава сразу говорят, его сознание не здесь периодически гуляет, его душа не здесь периодически бывает, в сумеречной зоне периодически она ходит, а там сознание помутнённое, в зазеркале периодически ходит, там сумеречная зона, из-за неё помехи возникают в текущей жизни, каналы есть у Станислава, которые идут в сумеречную зону, в тот мир, там, где нет жизни, в тот мир, там, где совсем по-другому. Сумеречная зона вызывает помутнение сознания, зеркалами нужно быть осторожными. Вопрос это из этой жизни или какое-то пересечение из прошлых воплощений, когда он с этим планом взаимодействовал? Из прошлого воплощения данный опыт у него был, когда он в зазеркалье был, и не просто, он управлял, один из главных там ведь был. Поэтому опыт всплывает периодически, и идут в текущей жизни каналы тёмные. Его душа просто опыт вспомнила, что когда-то было ведь такое. Но опыт всплыл, когда зеркало разбилось, испугалась ведь она ситуации в текущей жизни такой. Как будто показывает ситуацию, как будто зеркало разбивается, вы это видите. И как вот, то есть я не могу понять, по какой возраст, потому что там очень такая энергия тяжёлая. Это довольно детский возраст, это лет до 10, наверное. Да. Вы вспоминаете такую ситуацию? Таня, я в детстве, для меня вообще закрыто всё. Понятно. Потому что это активировалось, то есть это не просто так произошло, что раз и всё. Нет, это именно в детстве. Если человек передаёт высшие силы, если опыт есть по прошлым воплощениям, те, кто за зеркальем связан, тогда, как правило, когда разбивается зеркало, проходы открываются, и тогда ведь возникает данная ведь связь у души. И поэтому наблюдается рассеянное сознание, и периодически человек улетает в сумеречный мир. Но это надо отдельно, Оле Фирзио, потому что эта тема за зеркалье, это очень… Да, это сумерек, да, мы планируем сделать, это уже в мае сделаем, это я помню. Тут больше ещё вопрос. Я понимаю, что, Станислав, вы улетаете, и вообще есть ощущение, да, что я не здесь нахожусь, не в этой реальности, и вообще я не понимаю, что здесь делаю. Это нормальная история всех древних душ, которые, ну, неоднократно переживали подобные опыты, причём, ну, довольно, как бы, такой мощный, известный, сильный, да, какой-то там довольно, как это сказать-то, душа была, ну, вот как Света сказала, да, в сумеречной зоне вы какой-то властью обладали, да, то есть властью обладала душа. И в каких-то прошлых жизнях управляя людьми так или иначе, либо управляя в магическом мире, да, и для души этот опыт здесь и сейчас неинтересен. Ну, потому что, представьте, вы там, как это, супер-супер-хард-левел проходили, да, со всякими там мечами, боями, историями интересными, приключениями, там, ещё что-то, а тут попали, блин, хрен знает куда, да, в нашу вот эту роботизированную реальность зомби, да, стандартного. И наше сознание, ну, большинства древних душ, я очень часто это встречаю, что у людей присутствует ощущение, что, блин, я не своей жизнью живу, да, и вообще что-то делаю, я не понимаю. Это вот это вот тоже в том числе часто есть. А дайте перебью. Да, вот это то, что вы в последнюю фразу сказали, такие даже мысли были откуда-то. Вот странно, просто конец месяца, что-то сижу, и прямо вот это в голову приходит, что, ну, не должен быть я здесь, вот как-то вот оно так вот, да, странно, ну, совпадает, видимо, да. Да, 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 это как раз-таки о том, что я прошлый раз говорила на эфире, да, что ваша душа, она довольно древняя, и она пришла сюда с определенным багажом, накопленного того уже, когда она, ну, скажем так, намного мощнее, сильнее опыт прожила, да. И здесь она уже просто, понятно, что нас часто не мы сами выбрали. Вот чтобы вы понимали, я сама ни хрена не выбирала, чтобы меня сейчас вот сюда закинули. Меня хорошенько, ну, я оступилась, скажем так, неоднократно. И потом жизни и так на сто меня наказывать сюда бросили, да, и в очередной раз как бы бросили для того, чтобы я через служение в том числе и через прохождение испытаний отработала то, как накосячила круто когда-то. Вот, поэтому вас тоже быстрее всего не просто так сюда кинули, и одна из ваших задач выстроить свою жизнь так, чтобы вам было комфортно здесь, а вторая, как я и говорила, да, ваш вот этот энергопотенциал вашей души, он дает определенное количество энергии для планеты Земля. То есть ваша задача в том, чтобы помочь Земле, ну, как бы, понятно, что не ваша конкретно глобальная, да, то есть не вы один помогаете Земле перейти на другой уровень. Но в совокупности с такими же душами, да, которые имеют подобный, там, плюс-минус потенциал, идет вот этот вот процесс, который двигается дальше и помогает переходу произойти. То есть ваша задача в первую очередь даже не выстроить свою жизнь идеально и стать там кем-то там супер-пупер проявленным, знаменитым, популярным, там или очень богатым, ваша задача выстроить для себя комфортную жизнь и прожить подольше. Вот это основная задача, наверное, для вашей души на текущую жизнь. Ну и, конечно же, не засорять, да, стараться по минимуму испытывать вот эти негативные эмоции. Потому что когда мы их испытываем, боль, страдание, разочарование, самокопание, самоистязание, вино, обиду и вся вот эта история, наша вот эта чистота искры в душе, она затухает. И мы и сами себя разрушаем, как тело. И в то же время энергия не поступает от нас достаточно, сколько необходимо. То есть мы общему процессу тоже мешаем. Поэтому от нашего состояния тоже очень многое зависит. Про шумный ум ещё хочу сказать. Наш мозг – это, по сути, система нашей безопасности, которая работает как ограничительный механизм выхода на тонкие планы взаимодействия с ним. Шумный мозг – это нормальная история для людей, которые в прошлых жизнях уже хорошенько взаимодействовали с тонким планом и были довольно коммуницированы с ним, проявлены и влияли на него. Но в какой-то момент отказались проживать этот опыт. И сказали, нет, я больше не буду. Там что-то произошло, да, та или иная какая-то история. Кто-то из близких, может, пострадал. Бывало такое, просматривали прошлые жизни и видели, что вот, допустим, там человек помогал другим людям, к нему приходили люди, он там паству какую-то вёл, да, и там через канал с Богом, и в то же время через свою энергию людей там и лечил, и исцелял, и направлял. Но в какой-то момент так случилось, что жизнь сложилась, пошла не тем путём, да, и набег какой-то кочевников, и семью убили. И он сказал, да нахрен мне там это всё, я не хочу больше Богу служить, я не хочу больше людям помогать, потому что в итоге, как бы из-за моих способностей, так как я занимался служением и помогал всем, пострадала моя семья, и я отказываюсь. И вот этот вот отказ, если, ну, таких в жизни не одна, часто бывает там до десяти минимум, да, так, чтобы это проявилось уже здесь, в этой реальности. Если какой-то минус по какой-то сфере жизни, там, личная жизнь, деньги, здоровье, это значит минимум десять прошлых жизней было подтверждающих ваш отказ там. А денег там, или там в церкви, или где-то ещё по тем или иным причинам, которые подтвердили неоднократно, что это намерение вашей души. И здесь, в нашей текущей жизни, это уже проявляется вот таким вот недостатком. С этим тоже можно работать, но с вашей историей всё на самом деле просто. Ко мне приходят ученики с такими же бешеными умами, мозгами, про кастрюли, про детей, про памперсы, про клиентов и про всё остальное. Они думают, есть обычная простая практика. Она называется квадратное дыхание. Квадратное дыхание, когда, ну, одна из практик, да, понятно, что я тут все сейчас вам не расскажу, но одна из практик, это когда мы делаем вдох на четыре счёта, потом задерживаем, ещё раз считаем четыре счёта, потом делаем выдох на четыре счёта и снова задерживаем на четыре счёта. То есть вот мы делаем вдох, задержали, посчитали до четырёх, выдох, тоже раз, два, три, четыре посчитали и снова задержали. И вот таких вот циклов 10, и вы уже начинаете концентрироваться не на мыслях, а на том, что с вами происходит. То есть вы уже концентрируетесь на счёте, на дыхании, постепенно, постепенно это всё затихает. Ещё хорошая практика в регрицологии, когда я училась, я очень смеялась над этой практикой, когда вы представляете свой мозг в виде овчарки, собачки, которая вас охраняет, и говорите своему мозгу, у меня всё хорошо, со мной я в безопасности, ты вот сейчас поспи, а я здесь медитации поделаю, не бойся, никто меня не украдёт, я с ума не сойду, всё будет хорошо. И как субличность, да, проявляете ваш мозг и беседуете с ним. То есть не бойся, всё хорошо, всё отлично, всё со мной будет хорошо. И садитесь делать медитацию, тогда это так же легко и спокойно проходит. Чем больше практикуете, тем быстрее мозг успокаивается. Ну да, мне зритель говорил, дал два упражнения, вот это полчаса оба, которые вы ещё назвали, он это назвал два выдыха на один вдох, тоже же, говорит, ты вдохнул, задержал, потом выдохнул и снова задержал. Вот это когда там гуляешь и так далее, а дома просто концентрироваться на солнечном сплотении, когда ты дышишь, вот, ну, тяжеловато. Говорит, если 30 секунд держишь, это ты уже бог, ну, он так пошутил. Есть ещё дыхание, когда вы вдыхаете через одну ноздрю, а вы вдыхаете через другую. Это йоговское упражнение дыхательное, оно тоже очень хорошо помогает. Вот эти все дыхательные истории, они помогают вашему мозгу просто внимания переключить больше внутрь себя. И тут нужно понимать, что всё это имеет накопительный эффект. То есть чем чаще вы делаете, тем быстрее вы в нормальное состояние приходите, и когда уже садитесь делать какие-то практики или медитации, вы просто, ну, спокойный ум, это когда вот просто ровно, вы не ходите и постоянно там о чём-то думаете. Вообще, как это, безмолвие внутри, это и есть признак гармонии. То есть если вы не ходите постоянно там об одном, втором, пятом, десятом не варите, значит у вас всё в порядке, если всё тихо и спокойно. Если вы вот это вот постоянно одно, второе, пятое, десятое перевариваете, начинаете думать, чаще всего это признак того, что в чём-то вы очень неуверены и в чём-то сильно сомневаетесь, да, какой-то вот страх присутствует, неуверенности в себе или страх, что вы можете пострадать. То есть ваша задача отследить вот это вот, как это говорится, вторичную выгоду мозга, для чего он это делает, да. То есть отследить прям, ну, то есть что я испытываю, почему я начинаю об этом думать в этот момент, когда планирую сесть и позаниматься медитацией. То есть почему у меня там одно, второе, пятое начинает лезть, чего я боюсь, из-за чего я... Ну, да, я об этом подумал, да, то есть то, о чём вы говорили по поводу там на прошлом созвоне отца, то вы про жилье, которое вы скидывали, я делал, это всё страхи, то есть как за безопасность свою. Ну, в принципе, то, что вы и про овчарку говорили, вот. И да, спасибо насчёт накопительного эффекта, это важно, потому что я, ну, оно тяжело делается, знаете, за дыхание, ну, как-то первое время, и важно было узнать, что, услышать, что со временем будет полегче, потому что... Сто процентов будет, да, сто процентов будет со временем полегче и намного легче. Если вы в течение месяца поделаете упражнения, вы почувствуете, насколько это все... Ну, успокоится ваш этот мыслительный процесс, потому что, по сути, это же и нарушение нервной системы, да, когда постоянно вот этот процесс беспокойства происходит внутри, это говорит о том, что ещё и нервная система где-то пострадала. То есть, да, и с отцом, если вы сделали, ещё раз через какое-то время повторите, потому что за один раз невозможно всё отдать. Это как это, луковица или капусточка, которая требует внимания, потому что подсознание сразу не показывает всё. Ну да, оно по чуть-чуть так. Раз, как-то внутри, знаете, успокоилось чуть-чуть, ну, чувствую, можно ещё, ну, так слоями, да, как вы говорите, да. Да-да-да, это очень важно. Вы посмотрите потом, на самом деле, эти практики, они имеют довольно хороший эффект, потому что и эмоциональная сфера подключена, и психосоматика, и энергетика, поэтому со временем что-то станет легче, проще и более расслабленнее, и перестанет триггерить. Ну, понятно, что... А есть там... Да, но не сразу произойдёт, а там через какое-то время, потому что чаще всего проявление энергетических практик происходит где-то недели через две после того, как мы делаем, потому что на энергетике происходит быстро, а для физического плана надо время, чтобы это проявилось здесь. А есть там какие-то ограничения по поводу... Вот это упражнение напоминает мне символ драмы или что-то такое там с психологом, когда ложишься на кушетке, она тоже... Представляй. Я начал некоторые вещи говорить, она говорит, нет-нет-нет, стой, это не надо. Это... Ну, помните, вот вы говорили, достаёте что-то из себя и передаёте отцу, да? Да. И есть ли там ограничения... Ну, как нюансы, что вот это вот нельзя передавать, какую-то, может, вещь, что человек себе, наоборот, повредит? Нет, у вас нет ограничений в этом упражнении, потому что вы работаете с призмой своего восприятия. С родителями ничего не произойдёт. Вы работаете с голограммой родителя, и родитель является триггером. Вы просто вынимаете из себя. А что вы там повынимали? Понятно, что вы там сердце из себя не достанете, да? То есть вы достаёте там тряпки, конструкции какие-то, верёвки какие-то, ещё какие-то там камни, ограничения и всё остальное. То, что на самом деле у вас вызывает дискомфорт. Вот, да. У меня в основном были, как вы и рассказываете, какие-то, знаете, как роботизированные у меня вот шея сгибалась сильно. Ну, такие вещи. Это да. А я один раз испугался, вот почему вопрос задаю. Достал как будто ребёнка из себя. Я думаю, подожди, а если я отдам своего внутреннего ребёнка, знаете, детскую часть, это что-то плохое? Я вот тут и сомневался, вопрос возник, что это такое происходит. Нет, вы себя вообще, ну, то есть, ни свою субличность, ни внутреннего ребёнка, ни своего будущего ребёнка, ничего это отдать не можете. Потому что это не в вашей воле, скажем так. Вы не можете это просто само по себе сделать. А то, что у вас подсознание чего-то показало, то вы у себя можете спросить, да, если вдруг засомневаетесь, а что это для меня? Что это для меня значит? И у вас придёт ответ. И, соответственно, этот ответ, он даст вам понимание того, насколько, как бы, это надо отдавать или не надо. Так что я думаю, да, по благам. Ну что, кто сегодня ещё что-то хочет спросить? Или рассказать? Никто? Правда? Ой, слышали? Нужно только, тоже, точно отличный эфир, наверное, уже в мае, да, получается, про задеркали делать. Тут уже представители пришли, как говорят, к Станиславу поболтать или нет. Говорю, всё, сегодня уже всё. Уже представители. Говорят, он наш брат. Говорят, он наш брат. Он раньше с нами взаимоделил. У них холод такой, прям, знаете, как говорят, такой. Говорят, кладбище отдыхает. Просто у них такая энергия мощная. Он наш брат. Сумеречная энергия очень мощная. И, к сожалению, те, кто играют по молодости, да, суженых, ряженых, там коридоры зеркальные. Эта история вообще, ну, очень серьёзный отпечаток на жизнь потом накладывает. Мы поговорим об этом, да, уже, возможно, на следующем эфире или через эфир. Обязательно поговорим, потому что, ну, я реально понимаю, что людям надо рассказывать, потому что многие люди вообще не понимают, да, о последствиях того, чего они вообще в своей жизни могут натворить. Что-то прочитав или где-то что-то увидев, а потом жизнь летит в тартарары. Хорошо, благодарим вас за то, что вы пришли сегодня на эфир, да, за то, что вопросы задаёте, за то, что активничаете для нас. Это тоже очень важно. Желаем вам хорошего вечера, отличного настроения. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok